все родители любят своих детей считают исключительными и уникальными это хорошо и понятно но для того чтобы весь мир признал уникальность ребенка он должен действительно обладать чем-то выдающимся давайте посмотрим на 10 уникальных детей со всего света кто-то обладает внешними признаками уникальности а кто-то прославился благодаря своим способностям помните фильм загадочная история бенджамина баттона где главный герой родился старым а потом молодел такое случалось и в жизни только к несчастью реальный человек в отличие от героя брэда пита не молодеет боязид хассейн родился в магури в 2012 году с прогерией крайне редким заболеванием прогерея известно своим характерным старением тела в восемь раз превышающим норму именно эта болезнь и вдохновила писателя фитцжеральда написать свой короткий рассказ загадочная история бенджамина баттона шестилетний боязид живет в теле 70-летнего человека его полые глаза и провисшая кожа пугают других детей а его больные суставы и ослабленное тело не позволяют ему физически участвует в школьных мероприятиях и заниматься спортом однако из-за повышенной мозговой активности он обладает интеллектом сильно выше среднего для своего возраста это постоянно поражает его мать и учителей предполагается что боязид не доживет до подросткового возраста потому что известно что пациент из прогерии умирает от сердечных приступов в среднем возрасте 13 лет конечно мама боязида разбивается сердце из-за того что ее сын вряд ли сможет прожить полноценную жизнь но она постоянно восхищается его умом а также решимостью наслаждаться жизнью невзирая на свой недуг обратный пример этот шин химен из южной кореи шин родился в 1989 году и до сих пор обладает чертами молодого подростка включая пухлые щеки и пронзительный тонкий голосок он еще не прошел половое созревание из-за редкого состояния называемого синдромом горца которая заставляет организм очень медленно стареть документальный фильм снятый в южной корее показал что его рост был вполне нормальным для подросткового возраста затем его старение казалось резко прекратилось теперь ему нужна карточка подтверждающая возраст чтобы делать то что любой обычный 29-летний мужчина делает не задумываясь несмотря на его состояние его здоровье почти идеально для его возраста поэтому синдром горца не сдерживает его ни в каком другом аспекте кроме знакомств с девушками его возраста его уникальный синдром не мешает хемуну полностью ощущать жизнь его фотографировали в клубах и барах он танцевал с людьми давно закончившими школу и даже покупал алкоголь в местном супермаркете местные жители прозвали его питер пэн из кореи и он окружен любящими друзьями и семьей кристина пименова является моделью с трех лет к девяти годам и и на международном уровне назвали самой красивой девочкой в мире родившись в россии она начала свою модельную карьеру еще малышом который участвовал в компаниях для элитных брендов таких как дольче габбана и роберто кавалли ее страничка фейсбуке который управляет ее мама теперь имеет более двух миллионов лайков тем не менее критики начали подвергать сомнению известность девочки из-за большого количества неуместных комментариев оставленных на ее фотографиях кристина попала в индустрию благодаря своей маме гликерии широковой бывшей модели которая хотела чтобы ее единственная дочь пошла по ее стопам гликерия отвела в трехлетнем возрасте кристину на пробы и так появилась самая красивая девушка в мире сейчас многие дети появляются в модельном бизнесе в юном возрасте но кристина выделяется потому что она занимается этим на уровне взрослых топ-моделей хотя ей только 12 лет а вот пример того как уникальный ребенок который поражал весь мир стал вполне необычным человеком в 1992 году ричард сандра родился в маленьком городке в украине его отец увлекался боевыми искусствами и в три года ричард начал тренироваться с малыми весами чтобы постепенно укрепить свое тело все это кажется вполне нормальным однако в 1999 году семья переехала в калифорнию и средства массовой информации признали ричарда которому тогда было 7 лет самым сильным мальчиком в мире затем он продолжил строить свое мускулистое тело он возглавлял многие известные бодибилдинговые шоу такие как мистер олимпия и арнольд классик критики беспокоились о том как ричард стал молодым бодибилдером были ли вовлечены стероиды или жестокое обращение с детьми ричард никогда не посещал обычную школу а его отец был заключен в тюрьму за домашнее насилие по отношению к его матери также у ричарда был только один процент жира в организме что представляет особый риск для здоровья ребенка который все еще растет однако ричард всегда отрицал что его родители играли какую-либо роль в его тренировках и утверждает что он сам всей душой полюбил это дело но сейчас ричарду 26 он бросил бодибилдинг который наскучил ему и он работает каскадером обладая спортивным но далеко не выдающимся телом джон крис карл куэранты родился с редким заболеванием известным как множественная гипердонтия из-за которого у него больше зубов чем у обычного человека поскольку его семья не могла позволить себе дантиста пока он был в четвертом классе его мать не знала о его состоянии однако она заметила дополнительные зубы проталкивающие его десны она скопила деньги и они поехали к стоматологу там они обнаружили что у джон криса было около 300 зубов это почти в десять раз больше количества зубов в среднем рту взрослого человека с момента открытия джон крису делали операцию по удалению лишних зубов изо рта в противном случае они могут вызвать серьезное заболевание десен и неприятное ощущение при еде по мере взросления для удаления всех лишних зубов потребуется 8 операций эти процедуры будут распространяться на несколько лет чтобы позволить деснам правильно заживать между каждой операцией он великолепен в школе и на детской площадке он остается счастливым и позитивным несмотря на его предстоящие операции к счастью его состояние было выявлено до того как она повлияла на качество его жизни когда шарлотта гарсайт родилась она весила всего 500 грамм и всего 25 сантиметров в длину в то время ее состояние было настолько необычным что у него не было имени и его описывали как редкий вид карликовости из-за размера шарлотты никто не ожидал что девочка доживет хотя бы до своего первого дня рождения сейчас ей почти 6 лет она все еще сражается с этим миром ее преданные родители у которых есть еще трое детей были вынуждены одеть ее в одежду кукол после того как попробовали самую маленькую детскую одежду и обнаружили что она все еще велика предсказание врачей напугали ее родителей однако с их любовью и заботой шарлотта процветала и собирается посещать школу к сожалению на умственно отстает от других детей ее возраста из-за состояния но похоже что ничто не помешает этой девушке сейчас она ростом 70 сантиметров и вписывается в одежду для новорожденных хотя ее родители всегда будут беспокоиться о ее будущем они стремятся дать ей лучшую жизнь у нее потрясающая личность и они просто надеются что все остальные смогут увидеть не ее маленький размер а ее большое сердце уникальный мальчик junior кокс ну он родился в великобритании с весом аж в четыре с половиной килограмма и сразу поразил всех причем далеко не только богатырским весом если все дети рождаются либо лысыми либо с небольшой прядью грудничковых волос то этот малыш родился с полной копной густых волос из-за врожденного генетического дефекта с самого рождения его прическа напоминает прическу элвиса пресли с пышным объемом и красивой укладкой удивительно но они только продолжают расти и увеличиваться в объеме и пока непонятно к чему это приведет в 11-летнем возрасте ресницы муина бочинаева достигали трех с половиной сантиметров в длину что дало ему место в книге рекордов россии но с тех пор они выросли еще на полсантиметра уже при рождении муина все заметили необычайно длинные ресницы так что это генетический дефект саму ин уверяет что вообще никак за ними не ухаживает врачи отметили идеальное здоровье муина просто ген отвечающий за рост ресниц работает чересчур активно сейчас мальчик ведет такую же жизнь как и его сверстники семья бочинаевых переехала из таджикистана в москву потому что у мальчика еще и настоящий футбольный талант так что совсем скоро мы все должны услышать о нем не как о мальчике с самыми длинными ресницами а как об отличном спортсмене самым умным ребенком на планете можно назвать элизу тэн робертс которая уже стала членом почетного клуба менса потому что айкью маленькой девочки из англии равен 156 девочка начала говорить уже с пяти месяцев от роду а уже в возрасте всего двух лет она могла похвастаться знаниями которых нет и у многих взрослых людей она знала столицы многих государств немного говорила по-испански знала основы геометрии и даже разбиралась в видах динозавров при этом физическом развитии она тоже опережала сверстников ходить она научилась в 8 месяцев а еще через два месяца уже могла спокойно бегать после изучения врачей было выяснено что у элизы просто феноменальная память которая позволяет ей впитывать все знания как губки родители девочки при этом самые обычные люди они очень гордятся элизой но всегда отмечают что она еще ребенок поэтому не собираются лишать ее обычных детских радостей когда учит и афроамериканцев родилась девочка с белой кожей и волосами ярко-розовыми губами и голубыми глазами сразу стало ясно что эта девочка особенно сейчас ави кларк 10 лет и уникальная афроамериканская девочка альбинос пользуется огромным спросом в модельном бизнесе из-за таких необычных глаз в четыре года врачи сказали что скоро она должна начать слепнуть но ее зрение удалось спасти ко всему прочему а вы еще очень артистично что позволяет ей работать самыми громкими мировыми брендами и на модельном бизнесе ее интересы не оканчиваются ава занимается бегом гимнастикой и балетом а также любит читать играть в игрушки ведь она еще ребенок что же девочку явно ждет большое будущее не забудьте поставить лайк если понравилось видео на сегодня это все а